На дорогах современной Беларуси все чаще встречаешь пикапы и каждый раз не упускаешь возможности поразмыслить над необходимостью использования такого транспортного средства. Сегодня мы пригласили в школу тест-пилотов опытных водителей Никиту Куприенко и Данилу Долматова, чтобы услышать их мнение о брутальном пикапе Ford Ranger. По мнению наших экспертов, целесообразность этого формата авто всегда подвергалась сомнениям. Может быть, из-за того, что мы постоянно видим их пустыми, при возможности перевозить в своем кузове тонну веса. Чаще всего, на взгляд Никиты, их выбирают, как ни странно, из-за внешнего вида. Они красивы и навевают романтику тех американских фильмов, где дороги пустынные, а топливо в избытке, что никак не увязывается с нашими реалиями. На первый взгляд Ford Ranger оказался не таким уж и большим. Скептические ожидания не оправдались с самого начала. Его габариты вполне разумны для любого города, а это означает, что его можно парковать где угодно. Хочется отметить, что это на сегодняшний день наилучшее решение для тех людей, которые собираются каким-то образом использовать его в своих целях, в хозяйстве и так далее. Он очень хорошо подойдет для города и для таких условий в плате. На взгляд Данилы водительское место удобное, панель приборов информативная. Садиться, выходить из машины не вызывает больших трудностей из-за наличия специальной подножки. Поездка по асфальту не преподнесла сюрпризов. Ranger отлично чувствует себя в городском потоке. Говорить про динамику не приходится, но управляется машина легко. Что касается ходовых качеств, мне понравилось перестроение на асфальте. Он реально не ведет себя с раскачкой, как это бывает в большинстве джипов. Он очень хорошо чувствуется у руля. Повернул, и он четко встал в свою полосу и продолжает движение. К положительным качествам можно отнести обзорность. Она великолепна. Причем настолько, что к габаритам автомобиля не надо привыкать. А эти огромные зеркала заднего вида еще больше добавят уверенности. Из отрицательных – короткая коробка передач. Это вполне мощный автомобиль, и ему хватает тяги в широком диапазоне оборотов. Но Никите коробку приходилось переключать там, где в этом не было смысла. Это, скорее всего, отразится на расходе, который конструкторы обещали сделать небольшим. Но если водитель будет ездить чаще в городе, то смысла в шести передачах нет. И вот настало время проверить проходимость рейнджера. Опять сомнения. Ведь установлены базовые зимние шины, которые тотчас забились, и автомобиль стал плавать в колее. Однако после включения полного привода рейнджер взбодрился и стал чувствовать себя увереннее. На моноприводной машине в такую кашу лезть просто бесполезно. Но рейнджер двигался вперед, показывая всем видам, что застрять сегодня не получится. Не прошло и часа, как весь скепсис у народных пилотов улетучился. Потому что покрытие поменялось за это время несколько раз, а экипаж продолжал ехать. При этой грязи, которая у нас местами достигала 30 сантиметров, смоченный грунт, он не застревал. То есть при наличии какого-то хозяйства, очень такой компромиссный, адекватный автомобиль для того, чтобы передвигаться и там, и там. И, в общем-то, очень приятно на нем это делать. На рейнджере можно ехать везде, и цель для него не важна. Поездка в магазин или на дачу отвезти стройматериал. Наверное, это один из самых сбалансированных автомобилей на сегодня, который не ограничивает владельца. Он может все понемногу и не просит потерпеть. КОНЕЦ